Это серьезная тема и единственный совет это менять мышление, понимаете, в этой теме. То есть тема такая, вот смотрите, это сложно понять, но вы пытаетесь это понять. Вот смотрите, вы не можете выйти замуж, вы не можете устроиться на работу, вы не можете иметь высокое положение в обществе, вы не можете, хотя хотите все это, да, хотите, значит вам положено по себе, но не можете. Почему не можете? Потому что не хватает энергии добрых людей. Значит, что такое энергия добрых людей? Так же, как человек гирю поднимает, у него мышцы качаются. Энергия добрых людей дает человеку силу влиять на людей. Вот допустим, что такое замуж выйти? Это означает повлиять на мужчину. Ну как бы, какая женщина может повлиять на мужчину? Все говорят, только красивая женщина. А что вы видите тут красивой? Красивая означает сильная. Вот и все. Сильная как? По-женски. То есть если она о всех заботится, все любит. Женщина есть два состояния. Понимаете, первое состояние. Она мечтает, сидит, хочу замуж. Она в это время истощается. Слабой становится. Замуж не выйти. Второй вариант. Она думает, ну замуж не вышло, надо же как-то жить. И начинает там. Одной подружке помогла, что-то подсказала. Другой помогла, подсказала. И все эти подружки становятся благодарными. Вот эта энергия благодарности, это очень важная вещь. Она увеличивает особый вид энергии у человека. Вот допустим, женщина служит всем, заботится лично, да? У нее подружки там, родители. Косочка там, птички. Она обо всех заботится лично, что она копит. Она копит силу, влияет на мужиков. То есть у нее муж копит, цоль, копит, цоль. И потом она такая, оп, посмотрела, готов. Все. Как тебя зовут, я знаю, только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Позди сразу крышу сорвало. Почему? Потому что она сильно не сорвалась. Так раз, вот, крышу. Летящей походкой ты пришла из рая. И скрылась из глаз. Вот это результат. Женщина такая активная, она секретит, всем радуется. Ее копит силу. И потом раз посмотрела, что она сама чувствует. Она чувствует себя уверенно с мужчинами. Не то, что она увидела парня хорошенько, бум. Потеряла себя. Нет, она смотрит на нее, мы черт, давай, смотрим черт. И она смотрит на нее, такой, сам упал. Все. Побеждает сильнейший. Есть человеческая сила, запомните. Теперь, смотрите, мужчина не может устроиться на работу. Что это за сила? Это сила любви к труду. Что такое любовь к труду? Это значит делать пользу всем. Делать пользу. Как я рассказывал с ним, помог приятелю устроиться на работу. Отвел жену в театр вечером, в субботу. Под домом накормил бездомных собак. Проводил женщину через дорогу, там просто так. Помог найти Москву, реку там и так далее. То есть, ну, как бы все делать для всех. Или там, что-то сколотил кому-то, что-то помог, там соседу там починил. А что он делает в это время? Он копит силу. Какую силу? Силу успеха на работе. Как это выражается? Он приходит на работу, вот у него есть эта сила. Работодатель смотрит на него. Так, понимаете, если нет силы, он такой, у меня опять образование. Возьмите меня, дай мой, мой гол. Он говорит, да, такие не нужны. До свидания. Если у него есть эта сила, он пришел такой, как бы, у меня такое образование, все такое. И он смотрит на него в этот начале. Смотрит, чувствует. Этот человек не нужен. Почему в нем, потому что есть эта сила, работа? Он любит труд, ему нравится работать, он чувствует себя хорошо. И он не парится. А как приют, где мальчику такую возможность? Мальчику сначала спортивную секцию надо давать. А вот у него уже есть. Спортивная секция есть? Да. Все, дальше не трогайте его. Если он спортом занимается, он сам потом вызовет. Девочку надо отдать в творчество, мальчика, в спортивную секцию, и дальше все само поет. Девочка, если танцует, поет, она уже знает, идет дальше, как рисоваться. У нее уже есть, она такая вся, она красивая. Мальчик говорит, в спортивную секцию, он ванной, как бы, он потом пойдет сам работать, где-то будет, что-то добиваться, все. У него как бы есть эта сила. Дальше поехали. Итак, если человек хочет высокое положение в обществе, это уже сложнее понять, сейчас будете напрягаться все. Для того, чтобы высокое положение в обществе иметь, нужно уважать старших умений. Я где-то лет 15 назад, ну, мои лекции слушал один министр, ну, там, в правительстве. И он меня позвал на беседу, я с ним разговаривал, когда мы с ним говорили о жизни, ему позвонил, старший позвонил. Он такой расстал, начал очень серьезно, с верой такой, начал говорить. Я говорю, у вас тут такая вера вообще старшая, он говорит, да я вообще очень сильно уважаю родителей, вообще всех старших. Тут вы, допустим, знания имейте, я вас очень уважаю, хотя я в первый раз вижу, у меня это есть от природы просто. Я подумал, вот этот человек очень далеко пойдет, и он очень далеко пошел. Я не буду говорить, как я у него сейчас должен. Вот, это результат вот этого настроения, понимаете, когда человек уважает старших, старший чувствует, понимаете, вот, что нужно старшему. Вот зачем, вот, как человек набирает себе руководство, да, старший чувствует, мне нужен надежный человек. Как выглядит этот надежный человек? Он уважает старших. Вы говорите, как можно уважать старших, они там наглеют, они там деньги себе гребут, там, эксплуатируют. Ну, человек закрывает на это глаза, он как бы, все равно уважает. Просто человек старший, он уважает, все. Вот родители, допустим, двух детей к себя ведут, некоторые дети уважают, а некоторые нет. Те, которые уважают, они получают милость с родителей. Если мать уважает, то мать уважает, он и вовсе любит. Через мать идет энергия любит. Мать дает любовь. Он уважает мать, и вовсе любит. Он любитель. Любитель и вовсе любит. Почему? Потому что он уважает мать. Уважение означает принятие. То есть он принимает энергию матери, а мать его любит. И он все начинает любить. Дальше, если человек уважает отца, то он становится влиятельным. Отец – это волевая сила. У него способность пробивать мозги всем. Он такой раз, все влияние оказывает на людей сильное. Уважает отца. Если человек уважает старших, то есть правительство там уважает старших, значит тогда старшие его будут притягивать к себе. И так он может легко подняться вверх. Вот такой метод. Это сила. Уважение – это сила. Я не могу уважать. Значит у вас нет этой силы. Как ее проявлять? Служите старшим. Сделайте что-то для начальника. Бескорестное, бесплатно. Просто уважайте старших. Теперь, как сделать так, чтобы у тебя была нормальная фирма, чтобы она нормально работала? Надо уважать младших тогда. Это другая уже тема. Уважение младших означает, что ты позволяешь младшим быть глупым. Вот они ошибаются. Ничего страшного. Молодец. Все тут хорошо. Керпишь их. Даешь им возможность. Не считаешь их плохими. Вот младший что-то сделал не так. Ахахахаха. Переклазнул. Это неправильно. По-доброму надо относиться. По-доброму. Мягко. По-доброму. Не обращать внимания. И тогда младшие начнут вас любить. И это с силой любви сколотит у вас хороший коллектив. Самые лучшие люди будут у вас. Все. Вам не надо париться с младшими. Вот я уважаю младших. У меня вот такой вот коллектив. У меня самые люди вот отборные. У меня. Если вы на фестивале младость приедете, вы скажете откуда вот такие люди. Все стороны как на подбород. С ними дядька Четнобор. У нас есть такая сказка. Трицеплигуты. Трицеплигуты. Называйте. Вот. Ну то есть все люди хорошие подружились у меня. Почему? Потому что я всегда уважаю вас. Я всегда. Если кто-то что-то не понимает. Я всегда как бы по-доброму отношусь. Как бы. Никогда что-то там. Нормально. Ни проблем. Видите, мы говорим с вами о себе. От силе. От социальной силе.